Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о книге «Деяний святых апостолов», мы обратимся к седьмой главе. Довольно недлинная шестая глава повествовала об избрании дьяконов и о доносе на дьякона Стефана и его аресте, а в седьмую главу попадает весьма пространная защитительная речь Стефана, ну или, может быть, и не такая уж она и защитительная. И рассказ в самом конце седьмой главы о гибели Стефана. Итак, когда Стефана приводят на Синедрион, про него говорят, он говорил, что Иисус Христос, Иисус Назарянин, кроме христиан, никто не называет Иисус Христом, что Иисус Назарянин разрушит это место, переменит обычаи. И вот все такое, первосвященники спрашивают Стефана, так ли это? И со второго стиха Стефан начинает, в общем, медленный, длинный и отчасти удивляющий читателя, пересказ истории спасения. Он начинает рассказ свой с Авраама, причем, по идее, все то, что Стефан рассказывает, должно быть известно. Это же Синедрион, они же все, у них же все богословские дипломы, они заканчивали соответствующие учебные заведения, раввинские школы, прочее-прочее, они книжники-знатоки и так далее. Ну и слушающие, может быть, вокруг, потому что слушание, вероятно, не в самом храме, а в пристроенном помещении, лишь как хагазим, зал тесных камней, где могли, по идее, где-то в дверях еще кто-то слушать. Ну, все должны быть в курсе, что там происходило. Авраам, Завет, Моисей, вот вся последовательность событий. И, в общем, несколько удивительно, что Стефан именно это начинает пересказывать, причем так подробно. Только отдельными, может быть, какими-то пунктами мы узнаем всю эту историю, и когда ты читаешь эту главу, ты понимаешь, что если вот так вот все рассказывать, от Авраама до Иисуса Христа, то это часа на два разговор минимум, минимум часа на два. А потом оказывается, что Стефан напоминает хорошо известные вещи из истории спасения и об Аврааме, и об Исааке, и о Моисее, и в конце еще упоминает и Давида, но как-то не так. Как-то его акцент на том, что вот в 51 стихе сказано, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Стефан рассказывает историю спасения, вернее, ее начальные и самые, может быть, фундаментальные, поворотные, основные этапы, завет с Авраамом, исход из Египта, завет с Моисеем на Синая, и Давид, и обетование Давиду, рассказывая о противлении иудеев. Он говорит им, друзья, Бог, конечно, ведет нас по пути спасения, но вы все время сопротивляетесь. Вот мы, он имеет право говорить об этом народе, мы, потому что сам к нему принадлежит, говорит, вот отцы наши, Бог призвал нас через Авраама, а мы туда пошли, сюда пошли, сюда не пошли, потом Иосифа взяли, продали и так далее, и оказывается, что этот Иосиф, которого продали, который тоже своего рода камень, который отвергли строители, вот без него никак невозможно вообще спастись. А потом вот Моисей, который поразил египтянина, потому что сострадал своему соплеменнику, соплеменник ему тут же говорит, что я на тебя сейчас фараону настучу, да, и Моисей, который все-таки вывел народ через Красное море, они там роптали, и как только Моисей отвернулся, стали поклоняться идолу, и веселились перед делом рук своих, и сделали в те дни тельца. И вот Давид с Соломоном построили храм, но Бог живет не в рукотворенных храмах. Вы все время делаете все наперекор Богу, все не так, как Бог предполагает, вы все время пытаетесь вырваться из его руки. И вот всегда пророков гонят, говорит он. Они же убеждены, что мы, народ богоносец, мы сюда все делаем правильно, мы там правильно молимся, правильно кадим, правильные жертвы приносим, правильно реагируем на пророчество обличения. А Стефан говорит, нет, неправильно. Вы второстепенное ставите на первое место, важное забываете, пророков гоните, и как убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями, убийцами сделались ныне вы, так и самого праведника, вот вы убили. Вы приняли закон при служении ангелов, имеется в виду торжествующий хор ангелов на горе Синай при даровании закона, и не сохранили апостолы из иудеев, свидетели Господа Иисуса Христа, как и он сам, все время пытаются объяснить своим соплеменникам, что мы не лучше других, мы не отличники боевой и политической подготовки, мы совершаем ошибки, предательства, и нам есть в чем каяться, нам есть в чем каяться, и мы избраны не потому, что мы это заслужили, а потому, что такова любовь и обетование. И вот евангелист Лука говорит здесь о том, что они не могли этого слушать, они рвались сердцами и скрежетали зубами, готовые уничтожить, уничтожить буквально Стефана за то, что он говорит горькую правду, горькую и неприятную правду. Ну, людям трудно выслушивать горькую и неприятную правду, надо учиться. А Стефан, исполнившись Духа Святого, исполнившись присутствия Божьего, силы веры, силы Божьей, потому, что он эту правду сказал, исполнил дело свидетельства, которым его в данный момент Бог призвал. Да, вот как Христос сказал, когда вас поведут перед начальниками, не забудьте, что вам говорить. Стефан, может быть, накануне и не думал про всю эту последовательность исторических сведений, которые он предъявляет. Вот в этот момент дал ему Бог такое служение, он его исполнил. И поэтому исполнился Духа Святого, увидел славу Божью Иисуса, стоящего одесную Бога. Это, насколько можно судить, намек, собственно, даже не намек, более чем прозрачный, цитата, фактически из книги Даниила, из одного из видений Даниила, которое было широко известно в Израиле, как один из образов пришествия Мессии. И вот он говорит, я вижу небоотверстие и сына человеческого, стоящего одесную Бога. Он говорит об Иисусе Христе, как о Сыне Человеческом, том Сыне Человеческом, о котором было сказано в книге Даниила. Собственно, таким образом, Стефан свидетельствует о том, что Иисус из Назарета и есть Сын Человеческий, Спаситель мира, тот, в ком и через кого Бог присутствует и действует, потому что у Даниила, в общем, есть некоторая загадка этой фигуры, которая, с одной стороны, вполне себе Сын Человеческий, а с другой стороны, некоторое непостижимое присутствие незримого Бога. И вот именно, как о таком Сыне Человеческом, Стефан говорит об Иисусе Христе. И, ну, в общем, они тащат его за город, побивают камнями, и побиваемый камнями Стефан молится и говорит, «Господи, прими дух мой», и еще говорит, «Господи, не вмени им греха сего», подражая в этом самому Иисусу Христу, молятся за убивающих. Это, вообще говоря, свидетельство того, до какой степени всерьез то откровение, которое видит и передает нам апостол Стефан. Ну и последний нюанс, буквально крохотный этой седьмой главы, то, что здесь в конце в качестве пока еще бессловесного действующего лица появляется некий юноша по имени Савл Саул из Тарса, которому в дальнейшей истории предстоит собирать одну из самых важных и центральных ролей. Продолжение следует...